Для нас большая честь и радость поделиться тем Божьим благословением, которое Господь дарует нам. Все, что Он дал нам, это ваше. Поэтому мы стараемся выкладывать проповеди, семинары, наставления, которые проходят в нашей Церкви, так, чтобы служить как наше общение, так и всем вам, дорогие. Пожалуйста, молитесь, открывайте Божье Слово, слушайте внимательно, и пусть Божья истина, которая по-настоящему исцеляет наши сердца, успокаивает наш разум, насыщает нашу душу, благословит вас сегодня. Наша молитва и желание, чтобы Иисус был прославлен, а вы обрели Его благословение. Христос воскрес! Христос воскрес, Болкон! Христос воскрес, дети! У нас сегодня с вами большая радость, самое радостное событие за всю историю цивилизации, которую мы с вами сегодня отмечаем. Пусть Господь благословит нас, мы коротко помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты нам, бренным людям, подарил такой праздник, который превосходит наши самые смелые ожидания. Благослови нас сейчас, размышляя и вникая в Твою божественную истину, прочитанную нам, встретиться с Тобою, понять ее, и чтобы она стала воистину для нас новой точкой отчета жизни. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места. У нас сегодня два необычных отрывка, и моя проповедь будет направлена прежде всего для наших гостей. Ну и там будут некоторые элементы, обращенные и ко всем нам. Вообще, нам не всегда легко честно признаться себе, до какой степени физическая смерть, или точнее сказать, реальной физической смерти, бросает на нашу повседневную свою ужасную тень. Нам приходится подавлять эти мысли, или просто отрицать эту неизбежность, для того, чтобы просто жить. Жить каждый новый день. Человек, который нам хорошо известен, и который, вероятно, наилучшим образом описал эту жестокую реальность, является Лев Николаевич Толстой. В его знаменитой работе «Исповедь». Толстой был очень похож на современного интеллигента, современного жителя нашего мегаполиса. В начале своей «Исповеди» он пишет о том, что в детстве был крещен и следовал определенным обрядам традиционной религии, но потом оставил ее. По сути, она перестала ему быть интересной и казалась совсем неактуальной. По его мнению, он не был уверен, что существует что-то там. После смерти ему казалось, что надо жить здесь и сейчас. Он знал, что когда-нибудь умрет, но это казалось ему не особо интересным и актуальным сейчас. Затем, по его словам, когда ему было примерно 50 лет, с ним стало происходить нечто очень странное. Вот как и родилась его работа. Если немного перефразировать и немного суммировать то, что написал, я записал несколько абзацев. Вот что он пишет. Времена недоумения и остановки стали происходить все чаще и чаще. У меня была жена, которая любила меня и которую любил я. У меня было состояние большое, которое без особых усилий с моей стороны продолжало увеличиваться. Мое имя пользовалось уважением. Пожалуйста, отметьте, это пишет никто иной, как знаменитый Лев Николаевич Толстой. Я осаждался физической силой, и все же я не мог жить. Вот мой вопрос, тот, который в 50 лет привел меня к самоубийству, был самым простым вопросом, лежащим в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца. Тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и сам это испытал на деле. Вопрос состоит в следующем. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежностью предстоящей мне смерти? Сегодня или завтра смерть придет к тем, кого люблю я, а затем и ко мне, и останется ничего, кроме самрада и червей. Но скоро не только перестану существовать я, но и никто не будет помнить о том, кто я такой, что я сделал и что я написал. Зачем тогда продолжать что-то делать? Зачем трудиться? Для чего все это? К чему все это приведет? Какая разница, сделаю ли я что-нибудь плохое или хорошее, или вообще ничего не сделаю? Таким образом, пишет Толстой, я не мог придать никакого рационального смысла ни одному действию, ни всей своей жизни. Он дальше добавляет такие слова. Удивительно то, как мы можем этого не замечать. Какое-то время можно жить в опьянении жизнью, но как только человек трезвеет, невозможно не увидеть, что все это просто обман, причем обман глупый. В этом нет ничего ни забавного, ни остроумного. Это просто жестоко и глупо. Как часто мне говорили, ты не можешь понять смысл жизни. Поэтому не думай об этом, просто живи. Но я больше не могу так дальше спокойно жить. Смотрите, Толстой признает и говорит, что неизбежность смерти делает всю жизнь абсолютно бессмысленной. Если только вы не сделаете двух вещей. Первое, вы просто перестанете думать об этом. Вы просто решите для себя больше не думать о смерти, как будто бы ее нету, как будто бы она не придет, как будто бы она не является неизбежной. Вы просто не думайте, неважно, какой способ вы выберете, от какого-то иронии, цинизма до какого-то наивного альтруизма. Вы просто перестаете о ней думать. Но, как известно, это не работает долго, и Толстой об этом говорит. Я все равно пришел к коллапсу, я все равно пришел к отчаянию. И второй способ. Найти какую-то надежду, какой-то смысл, который даст тебе радость сегодня, уверенность сегодня и радость даже перед лицом твоей неизбежной смерти. Тогда ты сможешь жить, тогда сможешь наслаждаться, тогда сможешь мечтать, сможешь творить, сможешь писать. Если этого нету, тогда все теряет смысл. И он искал второй способ. И вот сегодня мне хотелось всех поздравить нас, потому что Пасха, воскресение Иисуса Христа, говорит о том, что второй способ есть. Второй способ существует. Это надежда, которую так жаждал найти Лев Николаевич Толстой. Она в Иисусе Христе. И во воскресении. Иисус и есть эта живая надежда. Он обладает силою воскресить всякого верующего. Он имеет власть над смертью. У него такая сила. Но как эта сила приходит? Как она действует? Как она течет? Как она принимается? Существует, знаете, такое странное восприятие в отношении Библии, что Библия – это сборник огромного количества всевозможных чудес на каждой страницах. На каждой странице. я просмотрел все эти библейские повествования и заметил, что эти рассказы о воскресении не просто указывают на Божью силу воскрешать кого-то из мертвых, но они также нам описывают, как приходит эта сила, почему она приходит, кому она приходит и для чего она приходит. Это то, о чем мы сегодня с вами будем вместе рассуждать. Мы зададим эти четыре вопроса к этим двум историям и увидим интересные ответы. Итак, почему эта сила воскресения приходит в жизнь человека? Ответ находится здесь, в самом библейском тексте. Любовь и незаслуженное благоволение или милость. Во-первых, любовь. Посмотрите на пророка Илью. Дова, которая приютила его, в сущности спасла ему жизнь. Она кормила его, когда он укрывался от своих врагов, которых жаждали лишить его жизни. Но она столкнулась с ужасной трагедией. Ее сын, единственный сын, умирает. Пророк берет это мертвое тело мальчика наверх в свою комнату простирается над ним, буквально лицо к лицу, рука к руке и вопьет к Богу. Что мы здесь с вами видим? Сразу на поверхности. Мы видим, что пророк не отстранился, не абстрагировался, не спрятался. Он эмоционально вовлечен. У него искреннее, сердечное отождествление с болью, страданием этой ужасной трагедией. Он как будто бы заявляет Богу, Господи, возьми меня вместо него. Ну или что-нибудь подобное. Позднее мы встречаем нечто похожее, но еще в большей степени. Так поступает Иисус Христос. В каждом эпизоде, где Он восхищает кого-то из мертвых, можно увидеть особую эмоциональную сопричастность. Например, перед тем, как воскресить Лазаря из мертвых, Иисус подходит к Его сестрам, родным сестрам Марии и Марфи и начинает плакать вместе с ними. Помните об этом? Они плачут, и Он так же оскорбит вместе. Он плачет так сильно, что люди вокруг Него, и мы читаем об этом Евангелие Таана в 11 главе, говорят, посмотрите, как сильно Он любил Лазаря. Почему? Зачем Он так делает? Зачем Ему плакать, если совсем скоро Он знает, что Он воскресит Лазаря из мертвых? Для чего это нужно? Почему? Он себя отождествляет с этой скорбью. Он проявляет участие, эмоциональное участие. В нашей прочитанной библейской истории Он собирается воскресить одного юношу, этой бедной вдовы из города под названием Наин. И что же Он делает? Он походит сначала к матери и говорит ей, не плачь. И снова мы видим эмоциональное соучастие, сострадание, сопричисление, сочувствие. И в Англии от Марка пятая глава описывается, как Иисус воскрешает из мертвых маленькую девочку. Так вот, перед тем, как Он это совершил, Он садится на ее кровать, берет руку этой мертвой девочки и говорит Талифа Куми. Что можно перевести в сущности следующим образом? Дорогая, пора просыпаться. Сколько много теплоты, сколько много нежности. Почему Он это делает? Почему так делает Иисус, когда Он обладает силой, Он просто может сказать, подумать и свершиться воскресенье? Да потому что сила воскресенья, Его сила воскресенья, она не приходит одна. Она не является какой-то безликой, абстрактной силой. сила воскресенья всегда приходит с глубокими, любящими отношениями со стороны Иисуса Христа. Я бы даже сказал, что она приходит через них. Иисус не посылает просто свою силу в чью-то жизнь. Он сам приходит в жизнь этого человека. Он посылает самого себя. В некотором смысле Его сила воскресенья, это и есть Его любовь. Это означает, что если вы желаете обрести силу воскресенья, то вам нужна не просто сила, вам нужен Иисус, а точнее отношения вместе с Ним. Живые отношения с Иисусом, так чтобы Его сила воскресенья была и ваша сила. Вам нужны любящие отношения с Ним. Но не только любовь. причина, по которой сила воскресенья приходит чью-либо жизнь, это незаслуженная милость, это любящая благодать. Почему Иисус приходит в жизнь к этой женщине и воскрешает ее Сына? Почему? Потому что она молится? Нет, наш текст показывает, что она не молится. Потому что она проявляет веру? Наш текст показывает, что нет, она не проявляет веру в Иисуса. Потому что она умоляет? Нет, она никого не умоляет. Она идет в полном отчаянии, в полной потерянности к своему ужасному финалу. Иисус приходит в ее жизнь не причине ее доброты или ее сострадания, а благодаря своему состраданию и своей доброты. Сила воскресенья приходит в нашу жизнь абсолютно незаслуженно, абсолютно незаработанно, абсолютно не по заслугам. Она приходит не потому, что мы этого добились или мы оказались каким-либо образом достойными. Она приходит потому, что Иисус такой добрый. Ведь он совершенно неожиданно, неожиданно входит в жизнь этой несчастной женщины. Ее жизненная история должна была закончиться опустошением. Но Иисус появляется прямо посередине ее истории, и теперь все линии истории ее жизни будут сходиться прямо к Нему. Сила воскресенья приходит к нам или приходит к тебе не потому, что ты хороший, не потому, что ты лучший, не потому, что ты замечательный, не потому, что ты молишься, не потому, что у тебя правильная генеалогия или правильные слова, или ты совершил какие-то обряды, она появляется в твоей жизни не за какие-то привилегии, заслуги или что-либо еще в тебе. Она приходит только вместе с Иисусом. Она приходит только тогда, когда Он становится центром твоей жизни, и все линии вашей жизненной истории сходится и сосредотачивается на Нем, Он становится новой точкой отчета. Вот тогда там появляется сила Его воскресения. Итак, мы знаем, почему эта сила приходит в жизнь. Кому она приходит? Кому приходит Иисус? Библейский текст достаточно ясно говорит, Иисус приходит в жизнь бессильных людей. Или, по крайней мере, тех, которые сознают свою неспособность и иллюзорную природу человеческой власти и силы. В послании к евреям в 11 главе описывается, как Бог совершал невероятные дела в жизни многих людей в прошлом. И в стихе 35-м есть интересная фраза «Жены получали умерших своих воскресшими». Женщины. Можно подумать, а почему такая гендерная несправедливость? Почему не написано «женщины и мужчины получали?» Почему написано «женщины, жены»? И я поясню причину почему. Почти все чудеса воскресения из мертвых Библии связаны с женщинами. Вы заметили это? Вы знали об этом? Вот например наш евангельский текст это вдова из Наина, которая получила назад своего сына. История пророка Илии это опять вдова из Сарепты. Ученик пророка Илии, пророк Элисей это женщина соминитянка. В Новом Завете РБЦ изучала деяния апостола не время назад. Тавифа это прекрасная женщина, которая воскрешена была через апостола Петра и она была возвращена вдовом церкви, которая им покровительствовала. Также у нас есть две сестры Марии Марфы, которым был возвращен их брат Лазарь. Вот только здесь в Евангелии от Марка 5 главе, когда происходит воскрешение этой девочки, там упоминается еще ее отец. Но это скорее исключение, потому что самое большое чудо воскресения, воскресение Иисуса Христа из мертвых, оно опять связано с женщинами. Женщины были первыми очевидцами, они те, которые первые видели ангела, те, которые впервые услышали ангела, те, которые видят впервые воскресшего Иисуса, слышат его впервые, говорят с воскресшим Иисусом. Это во всех евангельских повествованиях. Почему? Вот почему так? Неужели акцент сделан на определенный гендер? Не совсем. Не радуйтесь, дорогие женщины. Но Библия дает довольно важный ответ. Это связано с людьми, обладающими силою и властью. Обладающими силой и властью. Понимаете, женщины, особенно тогда, впрочем, как и сейчас в некоторых местах, возможно, в некоторых семьях здесь, в нашем городе. Возможно, это даже вы. Особенно, если они вдовы. Это люди без власти. Это люди, обычно лишенные власти. Это люди, ставшие в глазах большинства периферийными маргиналами. Люди, которые вытеснены на обочину жизни. Если сказать более прямо, это люди, которые без силы, которые немощны, которые в нужде. Давайте скажу еще более прямо. Люди, облеченные властью и люди, обладающие силой, они не хотят Иисуса Христа, но они рады воспользоваться религией. Им нравится религия, но им не нравится Иисус. Люди, которые были исключены, лишены силы и власти, обычно находят послание Иисуса Христа более привлекательное и понятное, чем люди власти. Послание Иисуса, и мне кажется, каким-то странным, ненужным, каким-то оскорбительным, чересчур оскорбительным. Здесь точно есть Божья мудрость. Чем меньше у нас власти и силы, чем меньше мы чувствуем себя сильными и властными, тем выше вероятность того, что мы услышим послание Иисуса, поймем его и примем. Чем больше вы ощущаете свою немощь и нужду в Боге, тем скорее вы это поймете и примете. Что я имею ввиду под религией? Главное послание любой человеческой религии, оно по-настоящему одинаково. Суть его простая. Возьми себя в руки, следуй правилам, исполняй определенные обряды, подожжай примером благочестия и тогда ты обретешь благоволение, благословение, божественное счастье, нирвану, рай наконец. Один словом бери волю в кулак и делай то, что нужно. Да, у разных религий разный финал, но суть по своей природе они очень одинаковы. бери себя в руки и делай то, что необходимо. Благая весь Иисуса Христа совершенно уникальна. В сущности она говорит, ты точно провалился. Ты старался быть моральным, но ты провалился. Ты старался быть духовным, но у тебя не получилось. Ты старался быть хорошим, но ничего не вышло. Да, ты духовный банкрот. Да, ты по-настоящему неудачник, но есть тот, который отдал свою власть, тот, который был жестоко избит, тот, который стал жертвой несправедливости, тот, жизнь которого закончилась катастрофой, посмотри на того, кто победил через потерю, кто выреставовал через поражение, кто выиграл через служение, посмотри на Иисуса, который заплатил ценой своей жизни за все твои грехи. И поэтому дарую тебе избавление, дарую тебе спасение, которое можно получить по милости, а не за свои заслуги. Дело в том, что при общих равных условиях не каждый, но в целом чем более вы сильны, чем более вы влиятельны, чем более вы защищены, тем скорее для вас послание Иисуса оно будет странным, ненужным и даже оскорбительным. Ведь вы же добили всего сами, ведь вы же заслужили на это право, ведь в конце концов вам улыбнулась удача. Это не то, что эти маргиналы, эти неудачники, слабаки, вы лучше, чем другие. А тут Бог говорит, что Он дарует прощение неудачникам, что Он дарует искупление тем, которые оказались хуже всех. Он дарует свою милость тем, которые это никогда не смогут заслужить. Он дарует это тем, которые испытывают свою беспомощность и признают свое духовное банкротство. Вот такие люди слышат Божий призыв и принимают его. Но почему Иисус Христос посылает свою силу воскресения в жизни этой женщины? Знаете почему? Потому что если мы достаточно честны сами с собой, то мы признаемся, что большинство из нас самолюбивые индивидуалисты. Поэтому когда мы читаем вот такие истории, такие вот истории проявления доброты Христа, то мы думаем, такой Иисус молодец, а? Как Он помог этой женщине? Как Он исцелил ее страдающее сердце? Он вернул ей Сына. Это все верно. Но мы выпускаем одну очень важную деталь. Вы знаете, что тогда не было социальной защиты? Тогда не была системы государственной помощи. Женщина, чей единственный сын умер, там, в далекое время в Израиле, или вот здесь, в Наине, она находилась на пути к полной нищете, к полной изоляции, к полной марганализации. Ее удел теперь был быть среди бедных, слабых и забытых. Ее скорбь по сыну она дополнится ее отторжением, презрением, бедностью. Иисус Христос использует свою силу воскресения не только, чтобы ее исцелить в сердце, но и исцелить также ее социально, исцелить ее духовно, исцелить ее даже экономическом плане. он использует свою силу, чтобы исцелить ее бедность, а не только эмоциональную боль. Потому что смысл воскресения Христа это не просто дать спокойствие нашему разуму или исцелить наше сердце, но дать нам физическое новое тело. Потому что воскресение Христа оно было воплоти. Это не просто какая-то концепция, это не просто какая-то хорошая идея, это реальное физическое тело. Вот христианство уникально тем, что оно рассматривает наше будущее, будущее, которое несет Бог, как материальное будущее. Мы не растворимся где-то в Брахмане, станем какими-то бестелесами духовно существующими, существами где-то там в далеком космосе, мы не будем какими-то бестелесами духами, мы будем в новых физических телах. Настоящие верующие знают, что они воскреснут в новых бессмертных физических телах, и они будут жить здесь, в этой вселенной, обновленном небе, обновленной земле. Это будет совершенный, но это будет материальный мир. Это означает, что Бог точно против болезней, против угнетения, против бедности, против голода, против ноготы, против опасности и меча, против смерти. подкресенье означает, что Бог не только изобрел тело и душу, но Он также желает искупить тело и душу. Это означает, что те, которые понимают смысл Пасхи, они не смогут пройти мимо бедных, обделенных, забытых, маргиналов, брошенных. Они протянут руку помощи, потому что Бог заботится о людях. Итак, к кому приходит эта сила воскресения? Она приходит тем, у кого нет силы. Тем, которые признают свою нужду, кто смиренно это признает, и тем, которые хотят помогать таким, потому что Бог помогает таким. Для чего приходит эта сила воскресения? Это наш третий вопрос. Она приходит, чтобы убеждать, она приходит, чтобы убеждать. Одна из самых замечательных библейских истин воскресения заключается в том, что Бог не только исцеляет наше сердце, наши эмоции, наши чувства, но Он также и убеждает наш разум. Воскресение очень нужно и полезно для нашего разума. Оно помогает нам справиться с нашими сомнениями. Посмотрите, пожалуйста, на финал первого повествования о воскресении из мертвых. Это из третьей книги стартов 17 главы. Что говорит эта женщина в конце? Ну, записано ли там? Тогда женщина сказала Игле, теперь-то я счастлива, теперь у меня боль ушла, теперь я эмоционально свободна, теперь я преисполнена радости. Все это, конечно, правда, в конце концов ее сын воскрес. Но, на удивление, она видит кульминацию совсем другой. Вот что она говорит в самом конце. Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что Слово Господне в устах твоих истина. Смотрите, воскресение ее сына помогло ей убедить ее разум. Оно избавило ее от сомнений. И хотя этот пророк уже жил в ее доме, она кормила его не раз. Только здесь, благодаря воскресению, она говорит, теперь я знаю. Но ведь то же самое происходит и здесь, в Евангелии от Луки. Какова кульминация воскресения сына этой бедной вдовы из Наина? Ну, конечно, женщина исцелена в своем сердце. Конечно, она исцелена социально. Но вот, что мы читаем. Люди говорят, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Люди понимают, перед ними не просто человек. Это что-то экстраординарное, что-то особенное, необычное. В действительности, даже эти люди не до конца точно прочитали это событие. Они говорят, это великий пророк. Почему они так говорят? Потому что они видели параллель между тем, что сделал пророк Илья, там же тоже вдова и сын, и тем, что сделала Иисус, тут тоже вдова и сын. Они видят сходство. Причем даже обе истории заканчиваются одинаково, и отдал его матери его. И поэтому люди говорят, это должно быть точно великий пророк. Но они не совсем поняли, что произошло. Понимаете, сам акт воскресения призван помочь нам познать истину о том, кто такой Иисус. Кто такой Иисус? Конечно, здесь есть некоторые различия между этими историями. Смотрите, как Илья воскрешает этого мальчика. Он заметьте, Иисус не взывает к Богу. Да? Иисус не молится. Илья взывает к Богу три раза. Иисус говорит только один раз. Иисус просто нормально разговаривает, а Илья вопиет. Илья трудится до седьмого пота. Иисус кажется вообще не напрягается. В словах Луки есть даже некоторая ирония. Ведь Лука он был врач. И он пишет «Мертвый поднявший сел». Вы слышите? Он не говорит «бывший мертвый». Он говорит о том, что Иисус обладает такой властью, что даже мертвые встают. Мертвые встают. Слово Иисуса такое мощное, что нету ничего и никого во всей вселенной, чтобы могло воспрепятствовать исполнению этого слова. Иисусу не нужно кого-либо просить. Он просто сам может это сделать. Иначе говоря, Лука говорит, Иисус это не просто пророк, взывающий Господу. Иисус это тот, кому все пророки взывали и умоляли о помощи. Воскресение показывает нам «Вот кто Иисус, вот кто Он, это Бог во плоти». И здесь мне хотелось бы сделать небольшое пояснение, потому что сегодня все больше молодых людей заявляют о своем атеизме, называют себя или агностиками, или просто отворачиваются от любой формы организованной религии, включая, к сожалению, даже и христианство. Мне не раз приходилось слышать, как люди говорили «Откуда я знаю, что христианство это правильная вера? В этом мире столько много разных религий, столько мировоззрений, столько пониманий, восприятий, причем почему только христианство? Возможно, вы тоже это слышали, и, может быть, даже вы такой человек. И знаете, в чем беда? Беда в том, что многим, кто так утверждает и кто так говорит, нужно посмотреть на эту счастливую вдову и послушать, что она говорит. Потому что люди, которые так говорят, они думают, что вера и разум это две разные сущности. Вера и разум это два разных противоположных полюса, что они противостоят друг другу. К сожалению, некоторые люди так и думают, они заявляют, я просто верю, мне не нужны никакие доказательства, мне не нужны никакие рассуждения, я просто хочу в это верить и поэтому я в это верю и поэтому это хорошо и поэтому это правильно. Но вы знаете, такая вера это не христианская вера. Христианская вера это не слепая вера. Когда тот же апостол Павел, известнейший христианский служитель, говорит, мы ходим верою, а не тем, что видим, он не говорит, мы ходим верою, а не разумом. Он противопоставляет веру и зрение, но не веру и разум. Потому что вера основывается на том, что знает, что есть истина, а не на том, что мы чувствуем в этот момент. Понимаете, я могу чувствовать разные чувства, испытывать разные чувства, иногда эти чувства будут очень обманчивы и очень противоположны, но истина от этого не меняется, чувства не определяют то, что есть истина. Вера и разум — это не разные сущности. Вера и разум, они поддерживают друг друга. Подлинное христианство не означает, ты просто верь и выключи свои мозги. Подлинное христианство — это разумная вера. Это думающая вера. Это вера, требующая включить свои мозги. Так, чтобы твои чувства тоже обновились. Дело в том, что многие люди, которые думают о воскресении Христа из мертвых, они не понимают это на простую вещь. Чем больше вы размышляете об этом, тем больше вы обнаруживаете, что ваш разум помогает вам. Ваш разум убеждаешься, ваши сомнения уходят, и ваша вера становится все сильнее и сильнее. Так что однажды вы скажете, «О, теперь я точно знаю, Иисус точно воскрес из мертвых». Я приведу два примера. Мог привести бы 22 примера, но только два. Сначала один из моих любимых, тем более мы об этом много говорили. Одна деталь, интересная, из воскресения Христа. В каждом из Евангелий, в Библии, как известно, четыре Евангелия, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, говорится, что женщины были первыми очевидцами воскресения Христа. Имейте в виду, что в тех далеких патриархальных обществах женщины не имели никаких юридических прав. Они не могли быть свидетелями в суде. Так вот, если вы собираетесь продвинуть свою религию, придумать какую-то суперрелигию, и так, чтобы все в это поверили, или, по крайней мере, приняли, или, по крайней мере, прислушались, вы точно не сделаете женщин героями этой истории. Потому что, если женщины станут героями вашей истории, то к ней не будет доверия. Вас просто не будут слушать. Над вами будут смеяться. Это знали очень хорошо ученики Христа. Это хорошо знали авторы Евангелий. Матфеи, Марка, Лука и Иоанн. И все же каждый из них пишет, что Иисуса, воскресшего, первыми увидели женщины. Как можно писать такое в обществе, где негативно и не воспринимают женщин? Негативно относятся и не воспринимают их за серьезных свидетелей, за авторитетных, за юридически подходящих. Есть только один ответ. Потому что это случилось на самом деле. Потому что это правда. Поэтому они об этом и написали. Но если это произошло на самом деле, то что же женщины там увидели? Вы слышите, как ваши мозги работают? Вы начинаете размышлять уже. Вы начинаете думать. И вы сами себе говорите, а может и вправду что-то там случилось? И видите, размышление о воскресении Христа помогает нам думать, помогает нам разбираться, помогает нам убеждаться, преодолевать какие-то сомнения. Или вот еще один пример. Восточные религии, как известно, они не испытывают особых проблем наделять какого-то человека божественной, божественностью. Они даже могут говорить о каких-то божественных людях. Потому что для восточных религий Бог – это не какая-то личность. Бог – это сила. Поэтому проблем нету придать эту силу тому или иному человеку. Восточные религии верят в бесконечного Бога. Только не в личностного, а в бесконечную силу. А вот западные религии, религии, ну, они не верят в бесконечного Бога, они верят в личных, но не бесконечных богов. Ну, там, помните, Зевс, Гермес, Тор, ну и все остальные. Западные религии, они верили в личных, но не бесконечных богов. Не во всезнающих, не в вездесущих. Эти боги, они принимали человеческий облик, спускались на землю, совершали разного рода выходки и так далее. И тому подобное. Поэтому и в западных религиях, и в восточных религиях того времени не было проблем, чтобы говорить о каких-то божественных личностях. А вот иудеи были другими. Древние евреи были другими. У евреев было совершенно уникальное представление о Боге, который не встречается ни у одного другого народа. Такого не было ни у кого в целом мире. Они верили как в личного, так и в бесконечного Бога. Они верили, что Бог – это личность, и Он бесконечен. И они знали, что это вечность и бесконечность, это личность и бесконечность, не пожирают друг друга, не конфликтуют друг с другом. Бог был абсолютно личностным, бесконечным, трансцендентным, то есть недоступным и абсолютно святым. Попытка нарисовать Бога, как-то Его изобразить, было смертным преступлением. Даже называть Его имя нельзя было, потому что настолько был свят. Но вот что мы знаем, это исторический факт. В какой-то момент, после смерти Иисуса Христа, произошло нечто невероятное. Тысячи и тысячи евреев вдруг стали поклоняться человеку как Богу. Понимаете, они пошли против многовековой культуры, против того, что их учили с самого детства. Они пошли против своей собственной души. И это невозможно объяснить, кроме как тем, что-то невероятное случилось, потому что такого не было ни до, ни после. Но в тот момент, и мы видим исторически, в момент воскресения Христа это произошло. Тысячи и тысячи евреев стали поклоняться Иисусу как Богу воплоти. Как это объяснить невероятное событие? Апостол говорит, очень просто. Апостол Павел говорит, мы сегодня читали этот текст, воскресший из мертвых Иисус продолжал являться людям. Он продолжал приходить, и не только один, два или три раза. Знаете, вы не доставите поверить тысячи людей, что кто-то воскрес, если двенадцать мужичков скажет, классная идея, давайте скажем, что Иисус воскрес. Я имею в виду двенадцать апостолов. Если вы читали хотя бы немного курсы, изучали курсы по социологии, не знаю, истории, этнографии, философии, вы понимаете, это абсолютно невозможно. Невозможно провести такой общественный переворот, причем такой радикальный переворот в мышлении, горстки людей, если они будут утверждать такие вещи, если что-то больше не случилось. И Павел говорит, апостол Павел говорит, Иисус являлся, воскресший Иисус являлся на протяжении сорока дней неоднократно, снова и снова, снова и снова. Он продолжал являться людям, десяткам людей, сотням людей. Однажды, говорит апостол Павел, в первом послании, Коринфянам 15 главе, он пишет, Иисус пришел к более чем пятистам людям сразу. Сотни людей заявляли, мы видели Его, мы общались с Ним, мы кушались с Ним, мы прикасались к Нему. Понимаете? Чем больше вы размышляете о воскресении, тем больше и больше вы начинаете понимать. Возможно, это случилось точно. И чем больше вы вникаете, тем скорее вы приходите к пониманию. Это точно случилось. И вы скажете подобное этой женщине, и теперь я точно знаю. Итак, воскресенье приходит через любящую благодать, течет людям, которые, понимая, что они не спасутся своей силой, своим поведением, оно входит и помогает изменить наше мышление, укрепить наш разум. Ну, как все это возможно? Как это все возможно? Смотрите, у вдовы, у этой вдовы был правильный вопрос. Вы заметили, что она говорит в самом конце этой истории? У нее на руках этот мальчик, мертвый мальчик, ну, не в конце, а в середине, у нее на руках этот мертвый мальчик, и что же она говорит? Я не могу поверить, что Бог мог такое допустить. Ну, знаете, нет, так и не говорит, потому что она не современная женщина. Она не говорит, я заслуживаю лучшего, такого не должно быть в моей жизни. Вы знаете, она не наивная эгоистка. Она также не говорит, на кого я могу подать суд? Кто это допустил? На кого я могу пожаловаться? Ну, она, знаете, не современный житель нашего мегаполиса. Она говорит Илье очень необычную фразу. Неужели мой сын умер из-за меня? Неужели он умер из-за моих проступков? Вот вдумайтесь в эту фразу, потому что поначалу она кажется нам какой-то странной, какой-то чужой, потому что мы с вами очень-очень современные люди. Я дам два простых пояснения. Почему? Почему эта фраза кажется нам странной и почему она очень актуальная? Во-первых, эта женщина, она не заряжена культурой современного индивидуализма. Мы с вами продукт такой же постпросветительской эпохи. Мы с вами думаем обо всем через призму себя любимого, через призму своих прав, свобод, желаний. Мы не рассуждаем так, как это рассуждает женщина, через призму своей семьи. Ведь та культура, кстати, как и культура многих народов сегодня, она построена вокруг семьи. Если ты преуспеваешь, семья преуспевает. Если ты стагнируешь, семья стагнирует. Люди не рассуждают так, как сегодня мы рассуждаем. Ну, у меня брат есть, но он плохой, неудачник. Но мне-то какое дело. У меня своя жизнь. У него своя жизнь. Люди в то время рассуждали, это мой брат, у него проблемы, я пойду помогать, потому что мы одна семья. Но мы с вами сегодня воспитаны в культуре индивидуализма, поэтому мы обо всем думаем через призму себя, поэтому мы не можем представить, чтобы кто-то пострадал из-за нас. Но женщина задает вполне уместный вопрос. Или они воспринимают это как какой-то бред, как какие-то глупости. Неужели мой сын умер из-за меня? Второй момент, из-за которого нам трудно понять ее вопрос, заключается в том, что нам не нравится сама идея греха, которая стоит за этим вопросом. Обратите внимание, она говорит, грехи мои. Неужели он умер из-за моих грехов? Бог отплатил мне за то, что я сделала. Смотрите, она точно знает, что она грешила. Она точно знает, что она делала плохие дела. Так или иначе, в нашем обществе присутствует идея возмездия или платы за злые деяния. Ну, я бы сказал, за грех. Но у нас, у современных людей, инъюдаристов, есть очень хитрая, лукавая аргументация. Мы говорим, но если Бог любящий, почему бы Ему не простить нас? Ну, это же за любовь, которая требует какой-то платы. Это не любовь. Но давайте я поясню чуть побольше. Все мы с вами знаем, что если нас с вами очень обидели и очень сильно ранили, то у нас в душе возникает чувство справедливого негодования, желания возмездия. Правда? У каждого. В сущности у нас в душе возникает долг. в сердце, в разуме. И он просто так не исчезнет. И есть только два пути, как можно с ним обойтись. Первый путь. Вы попытаетесь заставить заплатить за него вашего обидчика. Как? Причинить боль, очернить как-то, наполнить жизнь этих людей страданиями. И знаете что? По мере того, как вы будете это делать, вы будете чувствовать, что долг погашается. Вы будете чувствовать, что этот человек расплачивается за свои злые деяния, и все больше и больше будете чувствовать себя лучше. Если вы будете знать и видеть, как они корчатся от боли, как они изнывают от страданий, как они расплачиваются за свои деяния против вас, вам станет намного легче. Вот почему нам так нравятся фильмы про возмездие. Знаете почему? Потому что у нас с вами накопилось так много долгов по отношению к разным людям. Когда мы видим эти фильмы о возмездии, мы думаем про тех, кого мы не любим, кого мы ненавидим, кто по-нашему заслуживает страдания и боли. Мы как бы экстраполируем туда, мы там представляем себе их. Да, да, точно. Это вот ей, это ему. Вот так мы можем расплатиться с долгом, причинять боль другому, отплатить ему, что он по-нашему заслужил. Но знаете, что происходит, когда мы это делаем? Когда мы так пытаемся избавить от этого долга. Мы сами с вами становимся ужасным человеком. Мы сами с вами становимся тяжелым, неприятным, пораженным. Убивая дракона, мы сами становимся драконом. Но долг будет уплачен, и он больше не будет лежать на вас тяжелым грузом на вашей душе. Другая возможность, как можно избавиться от этого долга, это когда не обидчик платит за этот долг, а вы платите за него. Если вы прощаете долг, то он не исчезает просто так. Если вы скажете, я прощаю тебя, это не значит, что он исчез. Вам нужно заплатить за это. Вам нужно заплатить за него. Это очень дорого, очень больно, очень трудно, когда вы прощаете. Когда ты видишь этого человека, и вам хочется выцерпать глаза этому человеку, но вы решаете простить. И знаете, это трудно. Это непросто. Когда ты говоришь с кем-то о своем обидчике, или он начинает разговор об этом человеке, то у вас появляется желание рассказать всю правду матку, вывести на чистую воду, порушить репутацию этого человека, или просто выказать ваше огорчение и боль. Но вы решаете этого не делать. Вы решаете простить. И знаете, это тяжело. Это больно. Это сложно. Или когда ты идешь по улице, и вдруг у тебя в голове появляются какие-то представления, как я могу заплатить, как я могу отомстить, что я могу делать этому человеку. И ты решаешь, нет, такие мысли мне не нужны. Я решаю простить этого человека. И это сложно. Это непросто. Это больно. Это дорого. Но если вы простите, и вы готовы заплатить цену за это прощение, что очень трудно, конечно, то вы погасите долг. И вы больше не будете чувствовать этот тяжелый, ужасный груст на своей душе. Вы почувствуете свободу. И гнев больше не будет клокотать внутри вас. Разве вы не понимаете, о чем я сейчас говорю? Куда я веду? Даже обиду между вами и другим человеком нельзя просто простить. Долг просто так не исчезнет. Кто-то должен заплатить. Долг должен быть оплачен, но он неустраним, он сам по себе не рассосется, он никуда не улетучится. Мои дорогие, если грех против маленького меня и против маленького тебя требует оплаты, лежит таким большим ужасным долгом, так, чтобы от него не избавиться, то подумайте только, как много мы должны нашему Создателю, против которого мы грешим. Вот почему женщина говорит, это Бог мне отплатил за мои грехи. Она понимает, что она грешница. Она понимает, что она совершила достаточно перед Богом, своим Создателем, чтобы Бог наказал ее. И здесь есть чудо одно. Когда Илья плачет и говорит, Господи Боже мой, почему он умер? Когда эта вдова упьет и говорит, неужели мой сын умер за мой грех? Но когда он воскресает, то тем самым Бог говорит им, нет, не за твой грех. Но тогда кто же заплатил за этот грех? Ведь долг должен быть оплачен кем-то. И ответ Библия говорит достаточно просто и понятно. Бог говорит этой вдове из Сарепте. Бог говорит этой вдове из Наина. Нет, твой сын не умер за твой грех. Твой сын воскрес, потому что мой сын, Иисус Христос, умер за твой грех. Когда Иисус Христос прикасается ко гробу этой скорбной процессии, идущей из города Наин, возглавляемой этой несчастной вдовой, то все в шоке, все замирают, потому что Он сделал невозможное. Он сделал ужасное. Нельзя было в то время прикасаться к мертвому телу. Нельзя было прикасаться к этому одру, где лежит мертвое тело. Потому что по тем законам древности, по тем цемериальным, религиозным законам прикосновение к мертвому телу означало соприкосновение с проклятием. И теперь ты не можешь прийти к святому Богу. Теперь ты лишен того, чтобы войти снова легко. Надо совершить же это приношение специальное, чтобы прийти в храм. А Иисус прикасается к этому гробу, хотя знает, что смерть — это проклятие, хотя знает, что смерть — это последствия греха. Христос приходит и берет это проклятие на себя. Он оскверняется. Почему? Почему Он это делает? чтобы показать, как эта женщина может вернуть своего сына. Когда Он приходит и говорит ей, не плачь, Он, вероятно, в этот момент думал, помышлял о своем небесном Отце, потому что знал, единственный способ, чтобы вернуть ее сына, это чтобы небесный Отец потерял своего сына. Она получит своего сына обратно только в том случае, если на горе Голгофы там на кресте Отец Небесный потеряет своего сына. В ту страшную ночь на кресте Голгофы никто не сказал Иисусу не плачь, потому что в этот момент Он взял грехи всего человечества, твои и мои грехи, на себя и умер за них. Умер за них. Вот каким образом сила воскресения стала для нас бесплатной. За нее кто-то заплатил, потому что никогда ничего бесплатного не бывает. Кто-то заплатил, и этот был Иисус, Сын Божий. Вот почему она может прийти к нам незаслуженно, не по нашим делам. Этот мальчик не умер за ее грех, но она вправе сказать, а кто же тогда умер? Если Бог простил меня, то кто же заплатил за мои грехи? И Бог говорит, это мой Сын заплатил. И Иисус Христос заплатил за твои грехи. Для того, чтобы простить тебя. Для того, чтобы ты получила жизнь, и твой Сын получил жизнь. Вот чего так жаждал Лев Николаевич Толстой. Он жаждал какой-то живой надежды. И вот как ее получить. Признайтесь, что у вас есть долг, который вы не можете оплатить. Он лежит на вас с тяжелым грузом, и что бы вы ни пытались, вы никак не можете его простить. Вы никак не можете от него избавиться. И то, что вы делаете, вы получаете освобождение от одного долга с помощью своей ненависти, приобретаете новый долг, который вас уничтожает изнутри дальше. Признайтесь, что у вас есть долг, который вы не можете оплатить. Рассмотрите внимательно, что Иисус Христос сделал для вас Чтобы вы получили прощение И чем больше будете размышлять о Его кресте Ваше сердце не останется равнодушным Но на это нужно время А затем просите Бога принять вас Принять вас На основании того, что сделал Иисус И к вам придет сила воскресения И тогда вы проведете остаток вашей жизни Наблюдая, как все линии вашей жизни От прошлого до настоящего и даже будущего Соединяются к одной личности К Иисусу Христу В нем вы найдете разрешение всех ваших самых сокровенных вопросов Решение всех чаяний и надежд И боли, и страданий Вот чего так и сказал Толстой Живой надежды Не важно, что придет вам в жизнь завтра Иисус Христос воскрес из мертвых Наша могила, наш крест Наша боль, наше страдание Наша смерть Самое худшее, что может с нами случиться Но если вы со Христом То даже смерть становится самым лучшим Что с вами произойдет Потому что вы воскресните ее из мертвых Уже в новом теле Который никогда больше не умрет Когда Иисус взял эту девочку за руку И сказал ей Милая, пора просыпаться Он сущийся сказал ей Если ты будешь со мной Если у тебя будет отношение со мной То даже самый страшный враг человека Смерть Это всего лишь навсего приятный сон Нам нечего бояться Потому что у нас есть настоящая надежда Надежда, с которой мы можем противостоять Абсолютно всему И вот теперь кто-то может сказать Послушав эту длинную проповедь Ну, это все очень красиво Это все здорово Ну, а что делать? У меня сестра умерла от лейкемии У моих знакомых умирает сейчас сын У моих знакомых погиб сын Что вы скажете им? Что сказать таковым людям? Где был Бог? Послушайте Какие бы ни были эти чудеса прекрасными Они всего лишь навсего тени Чего-то более реального Это невероятное чудо Когда мальчик встает из мертвых Но вы знаете Это воскресение назад Не воскресение вперед Это обратное воскресение Ведь ему все равно придется Когда-то снова умереть И он пришел в этот Поломанный грехом мир То есть каким бы ни было чудесным Это воскресение Оно все равно назад Он снова столкнется с реальностью смерти Но мы-то с вами жаждем вечности Мы-то с вами жаждем бессмертия Мы-то с вами жаждем мира справедливости Царство любви Принятия добра Вот чего мы с вами жаждем Нам нужно воскресение не назад А воскресение вперед Туда в прекрасный мир будущего Где не будет плача, скорби, греха, отчаяния, боли, предательства Несправедливости, смерти, зла Вот что мы хотим Мы хотим воскресение в новую жизнь Воскресение вперед Иисус воскрес таким воскресением Он воскрес Чтобы больше никогда не умирать Он воскрес в новом теле И Он сказал, что Он даст такое тело Каждому, кто верует в Него Он воскрес для того, чтобы изменить наш мир Чтобы исцелить нашу вселенную Для того, чтобы окончательно и бесповоротно победить Смерть, зло и ад И если ты доверишь Ему свою жизнь Тогда тебя ждет воскресение вперед Но если ты это испытал Брат мой или сестра Если ты в это поверил И ты знаешь, что тебя это ждет То мы с вами можем быть подобными пророку Илии Приближаться к людям Близко Эмоционально отражать себя с ними И вопиять к Богу Ожидая, что сила воскресения Придет в их жизнь И они живут через нас Вот это удивительная жизнь Вот об этом мы с вами и помолимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok